МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Контроль за физическими лицами, осуществляющими деятельность без государственной регистрации является одним из приоритетных направлений работы налоговых органов. К сожалению, рынок товаров, работ, услуг, анализ сети интернет, объявления на газетах, на остановках, на стендах свидетельствуют о том, что на сегодняшний день еще есть лица, которые умышленно нарушают законодательство, предлагая работы, услуги, товары, осуществляя деятельность, не регистрируясь в качестве индивидуальных предпринимателей. Поэтому на сегодняшний день есть задача предложить им зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, ну и работать, платя налоги, как и все. Мы стараемся обратить внимание на все сферы деятельности физических лиц. Проводятся масштабные мероприятия по нелегальному извозу пассажиров, то есть по такси, проводятся мероприятия и по нелегальным автосервисам. Проводятся мероприятия по осуществлению действий, там сейчас очень много у нас появилось объявлений, предоставлений маникюра, услуг парикмахерских, которые в вызовах, они выходят на дом, оказывают услуги. То есть вот это скрытная такая деятельность у них. Ну и, естественно, торговля, розничная торговля. Здесь наиболее часто, так сказать, выявляются физические лица, которые осуществляют данную деятельность. Ну, хочется отметить, что за осуществление незагрестированной предпринимательской деятельности существует административная ответственность. В соответствии со статьей части 1 прим, статьи 12.7 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях за занятие незагрестированной предпринимательской деятельности может быть применена ответственность в виде штрафа до 100 базовых величин с конфискацией предметов административного правонарушения. То есть если человек продает какие-то товары, соответственно, на эти товары будет наложен арест. Ну, и решением экономического суда, уже экономическим судом будет принято решение о применении административного взыскания, то есть штрафа и конфискации данных предметов. Спасибо, Борис Ильич. Ждем ваших вопросов на электронный адрес проекта. Оставайтесь с нами и будьте в теме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова